Всем привет! Если вы первый раз на моем канале, то немного введу вас в курс дела. Собрал я себе такой станок с ЧПУ, станина у него бетонная, подробное видео о сборке есть на канале. И вот недавно сделал к нему четвертую поворотную ось. Видео тоже есть на канале. Так вот, можно обратить внимание на то, что сделана поворотная ось для больших нагрузок, чем те, которые могут возникнуть перед четырехосевым фрезерованием. И это неспроста, так как я заранее планировал возможность производить на ней несложные токарные операции. Конечно, это будет не прям полноценный ЧПУ токарный, но для моих задач, думаю, будет достаточно. Для этого нужно где-то на станке закрепить токарные резцы. Вот такие резцы у меня остались от моего самодельного токарного. Это канавочный резец. На него я возлагаю большие надежды, так как он может точить не только канавки, но и использоваться как проходной, причем в обе стороны. А еще на него продаются закругленные пластины, которыми можно точить всякие фигурные вещи, типа шаров. Это проходной резец. Не знаю, почему с него слезла краска, нужно будет как-нибудь его подкрасить. Резец для нарезания наружной резьбы. Ну и расточной резец. Думаю, этих резцов пока будет достаточно. Устанавливать будем рядом со шпинделем. Для наглядности пока на магнитах. Теперь покажу, что они не будут друг другу мешать. Куда же без синей изоленты. Диаметр этого мотка почти 57 миллиметров. Видно, что его можно сточить полностью и соседний резец мешать не будет. И на самом деле, даже если взять круг диаметром 120 миллиметров, то соседний резец вроде бы и мешает, но на самом деле, если представить, что идет обработка, то этот соседний резец находится в том месте, где рабочий резец уже снял материал. В любом случае, всегда можно просто слабить крепление и поднять мешающий резец повыше. Хотя сам патрон всего 80 миллиметров. Большие заготовки у меня все равно не влезут. Теперь о расточном резце. Если его поставить немного выше, чем торчащие при зажиме детали кулачки, то он тоже не будет мешать проходному резцу. В крайнем случае, для больших деталей его можно будет просто убрать. Крепить будем через пластинки. У них нужно обработать только две грани. Даже не стал делать управляющую программу. Двигаю осями вручную. Вот такие четыре пластины. Отверстие для крепления к станку уже сделал. Осталось просверлить отверстия в боковых ранях и нарезать в них резьбу. Продолжение следует... Этими болтами резцы будут прижиматься. Болт для расточного резца. Продолжение следует... Продолжение следует... Проходной резец и пластина с прижимными болтами. И последний резец для резьбы и его пластина. Продолжение следует... Осталось только не спеша закрепить пластины на станке. Редактор субтитров А.Семкин Готово. И вот примерно так это должно работать. При смене резца рабочий стол вместе с патроном переезжают по оси Y и обработка идет уже другим резцом. Продолжение следует... Ну и в конце, например, нарезается резьба. Вроде все готово, но перед тем, как пробовать точить, нужно подключить сигнал с двигателя поворотной оси на пин аварийной остановки. Теперь, если двигатель забуксует, то включится аварийная остановка, станок остановится и ничего не сломается. Запустил какую-то программу по воздуху и пробую загнать станок в аварийную остановку. Двигатель должен удерживать положение, но после превышения определенного угла поворота отключается и драйвер выдает ошибку, которая уже останавливает весь станок. Зарядил какую-то железяку и пробую точить. И сразу могу сказать, что крутящего момента двигателя не хватает. Дело в том, что в асинхронном двигателе при возрастании нагрузки обороты немного падают, скольжение магнитного поля увеличивается и увеличивается крутящий момент. И он хоть как-то, но тянет. В шаговом двигателе, если момента для удержания оборотов не хватает, то происходит рассинхронизация и двигатель останавливается полностью. С энкодером ситуация немного лучше, но все равно не то, что надо. Конечно, я знал это заранее, но меня обнадежил график зависимости момента от оборотов. Правда, этот график для двигателя с меньшим крутящим моментом, но видно, что даже на 2000 оборотах момент хоть и значительно падает, но все-таки остается. И у моего двигателя он должен быть примерно такой же, как на двигателях маленьких токарных станков. Но, похоже, этот график не соответствует действительности. Конечно, немного точить можно, но это скорее ковыряние, а не точение. Здесь я снимаю десятку на сторону. А здесь две десятки. В принципе, стружка идет равномерно, вибраций никаких не ощущается. Жесткости станка и поворот на оси хватает. Ну и максимум, что удается, это снять полмиллиметра на сторону. То есть за проход диаметр заготовки уменьшится на один миллиметр. В общем, можно сделать такие выводы. Рисы на станок я закрепил не зря, так как жесткости элементов станка хватает для токарной обработки. А вот двигатель подходит только для использования в режиме поворотной оси. Но я, конечно, подозревал, что так и будет, и у меня, естественно, есть запасной план. И все равно станок у меня будет точить. Но заниматься этим я буду уже в следующих видео. А пока можете поставить лайк, ну или дизлайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить, как я буду выходить из этой ситуации. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok